меня зовут сергей романов мне 37 лет я нахожусь в израиле и сегодня у меня есть жена у меня есть ребенок чем когда уже я помню попал в наркологический центр то есть у меня было настолько уже плохо мои дела и я попал в наркологический центр и там в течение 20 лет дней я совершенно не спал где-то я примерно не спал абсолютно и находился в таком ужасе там меня лекарства какие-то давали врачи то есть вот вся эта процедура проходила и в этот момент в к нам в палату пришли верующие люди две сестры и один брат и они хотели с нами поговорить я всячески отказывался не хотел их слушать хотел даже выгонял их из палаты слушать мне это не интересно но впоследствии они как-то говорят давайте мы просто вам расскажем какие-то там случаи из жизни и они начали рассказывать я повернулся к стенке не хотел их слушать вот так интересно вот совершенно противился богу противился евангелию вот и они начали говорить о тех людях которых я знал они говорили что эти люди они сегодня ходят в церковь сегодня их жизни изменились сегодня эти люди они и мне начало касаться мое сердце начало касаться что о чем о чем она говорит когда мне говорит слушай ну ладно мы пошли можем за тебя помолимся и этот момент меня очень сильно это коснулось просто я не мало что я нахожусь уже 20 дней в этой больнице которая находится на краю города которая совершенно меня никто не посещает не друзья мама приходит слезах приносят мне какие-то передачки и я просто в шоке в течение всего этого времени нахожусь в этой больнице и тут люди пришли ко мне ну по холоду было это как уже состояние холодная такая осень на край города то есть там пешком долго нужно идти и они пришли за меня помолиться вы знаете я даже встал так но на ноги и груда конечно помолитесь они за меня помолились и они вышли я знаете я помню вышел я вышел посмотреть на этих людей это дальше курил сигареты там как курилка у нас была я вышел стою смотрю на этих людей не выходят с этого больницы такие видно что им холодно они такие съезженные эти верующие они таки идут по этой улице я стою на них смотрю но такая мысль приходит мой разум что этими людьми движет вот что ими движет ну почему они пришли ко мне ну зачем кто я такой наркоман который вообще не не ставлю ни во что не родители не жизни и себя им это когда сильно как бы коснулся в тот момент и в тот момент представьте я помню я зашел свою палату закрыл двери я стал на колени и сказал богу слова помню не включал даже свет любовь вот если ты есть вот просто если ты есть вот просто что хочешь что со мной сделать хочешь убей меня там сейчас здесь вот на этом месте хочешь использую что хочешь просто помоги мне и вот я понял я понял что после такой молитвы что-то произошло вот я не понял ничего до конца что произошло но какая-то радость пришла в мое сердце то есть это состояние депрессии двадцатидневной вот этого ужаса смелось на какую-то такое ну такой триумф радости в моем сердце я помню следующее утро пришла моя мать и она такая заходится плачет такая в слезах я стою такой радостный так хорошо и мама что случилось почему ты так себя ну так чувствуешь слушай пришли твои анализы и ну и все в порядке и вы знаете меня что коснулось потому что я длительное время я был такой в таких кругах где ну вич инфицированный то есть все это движение я знаю мой друг он вич инфицированный я вместе с ним шпицы шпицы эти все ну был в одном как бы таком во всем одно дело все те одни шпицы одно баночки эти все я был в таком состоянии что ну я уверен душа у меня плюс как бы сто процентов какие то есть но страшные заболевания и она говорит слушаю тебя все в порядке и опять я вышел с этого с этой наркологии и как бы она в раз и рассеялась то состояние что вот как-то я вышел с этой наркологии и как бы так жизнь так начала меняться я помню еще тогда уже пошел там учиться там в пт у думаю как-то жизнь изменить немножко исправить вот и опять я познакомился с одними ребятами которые уже были такие более зрелые более такие не криминальные были в тот момент и я решил попробовать снова свой шанс вот и мы начали там уже более серьезными такими делами заниматься вот которая связался узные проблемы то есть мы настолько с ними поссорились с этими ребятами что готовы просто были убить ну серьезно потому что ну настолько мы были в ненависти в отношении с этими людьми я понимал что сейчас вот взяться за нож и не знаю и решить эти вопросы ну я понимал что будет правильно какой-то степени но я не хотел идти этим путем я очутился в такой вот ситуации когда я понимал что мне нужна помощь какая-то помощь он уже был находился в церкви и я когда его увидел это был я ты был человек который уже кое-что прожил кое-что уже повидал в этой жизни и он сказал что я хожу сегодня в церковь и бог меня изменил мне так это сильно заинтересовало я думаю как бог вы мог изменить я помню что они были серьезные проблемы но сегодня я смотрю у него прекрасная жена красивая там трое детей и думаю слушай как это возможно было что ты так сильно изменился и он сказал слушай это и это сделал христос это сделал господь моей жизни и он не начал приглашать в церковь и я раз пришел два пришел и в один из моментов я реально понял что я хочу служить такому богу и я начал посетить это собрание и я конкретно уже покаялся обратился к богу и начался такой мой путь христианство вот именно после таких моментов и после этого момента я начал молиться за своих друзей потому что я их все равно не ненавидел все равно я не хотел с ними встречаться и я понял что просто надо за них молиться и я каждый раз за них молился и благословлял этих людей хотя было в сердце ненависть но я говорил бог благослови этих ребят благослови чтобы у них было все хорошо в их семьях с родными с близкими даем достаток даем все что им необходимо и в один момент прошло где-то около года или полтора такое вот состояние и когда я их встретил этих ребят которые которых я ненавидел то знаете бог наполнил мое сердце любовь вот это я понял этот момент что я реально с этими ребятами они сами удивлялись и говорили слушай ну давай но мы хотим тоже в эту церковь приходить мы тоже хотим что ты приходил к нам в гости и бог примирил нас я в церковь вот бог дал мне жену мы вместе вместе служили вместе ходили в церковь и в один из моментов вы знаете мы жили в тот момент на донбассе это донецкая область и там несли служение и в один момент вы знаете моя жена она очень сильно захотела уехать в израиль она сама еврейка у нее есть очень много родственников есть здесь в израиле вот я бы был против потому что в принципе но у меня у нас все было прекрасно это было 2014 год у меня квартира машина служение друзья церковь работа прекрасно то есть все было замечательно но мои супруги пришло знаете как верующий человек я реально как отреагировала слушаем давай будем молиться давай как-то не спеши и мы подали документы в консульство там ну как бы чтоб как-то вот выждать это время и впоследствии началась война на донбассе вот начала начали бомбить я помню такой момент когда я иду на работу и в 6 в пол шестого утра такие огромные взрывы ну просто пушки стреляют вот и мы поняли что конкретно бог нас выводит мою жизнь пришли охотники война проблемы в семье проблемы в церкви то есть куча проблем и нас реально просто погнали мы поехали переехали к родителям потом за со мной жить она была слушая но я не хочу с тобой жить и она даже скажу вам выдворила меня вот с этого с квартиры где мы находились а это их не все их не родственники они были против меня я счетился на улице с такой сумочкой знаете клетчатая где написано было моя фамилия как я ехал в аэропорт там была такая написана и я не знал куда мне идти знаете один в израиле ни языка не знаю никого не знаю вообще я был просто в шоке и я позвонил пастору михаил потому что мне дали его телефон один друг мой и ну приходи к нам сюда вот и так я очутился на доме милосердия вот и началась так моя моя так началась вот и алия дать паспорт вот и вообще то есть ну зачем я здесь я приехал ради семьи ради чего здесь нахожусь я хотел уехать вот и но молился я думаю это длительная история не буду об этом сейчас пересказывать но и бог реально меня останавливал конкретно не снился сон я просыпаюсь я говорю на иврите и мне приходит слово конкретно я понимал что нужно остаться до конца выйти до конца пойти на школу вот сюда на эту школу я пошел на ту школу осенью то есть я я в марте получил получается гражданство прошел полгода я пошел в сентябре пошел на школу вот закончил школу и уже на школе она состоит из четырех месяцев школа прошло два месяца вы знаете я реально понял что мне здесь хорошо я понял что это то место где конкретно мне очень здорово знаете я как родился свыше то есть это такое состояние которое пережил здесь в израиль и сесть но моя церковь братья сестры и мне одесса действительно здорово то он для меня сделал и я действительно понимаю что все то что сегодня в моей жизни происходит на божье чудо и божье благословение для моей жизни